26 спецназовцев на деле шевроны подразделения корд. Это финальный выпуск бойцов корпуса оперативно-внезапного действия. Их обучение длилось 8 недель. Теперь выпускники будут направлены в 10 областей Украины для работы в штурмовых подразделениях полиции. Насколько сложно стать одним из кордовцев узнавала Юлия Башко. Одно движение спецназовца Ишир Хан, это немецкая овчарка, выполнит все его команды. Такое взаимопонимание необходимо, так как собака часто идет первой на штурм впереди кордовцев. Так было в Харькове, когда за доли секунды мог прогреметь взрыв в жилом доме. Очень важно. Есть некоторые вещи, что человек не сделает. Как бы доли такие секунды можно выиграть за счет собаки. Применяли собаку, когда человек забаррикадировался, угрожал там взорвать дом. И как бы мой командир принял решение запускать собаку. Мы запустили. Набор в новое элитное спецподразделение корд нацполиции начали три года назад. На сегодня в нем более полутысячи спецназовцев. Бойцы предотвращают теракты, задерживают особо опасных преступников и освобождают заложников. Накануне корд успешно провел очередную спецоперацию в Киеве. Вооруженный человек в Киеве взял в заложники детей и угрожал убить их. Корд спланировал операцию, выехал на место. После того, как переговоры не принесли результата, было решено освобождать заложников. Сработали очень хорошо. Каждые два месяца в корд набирают новых бойцов. За три года спецподразделения все еще недокомплектовали на 20%. Чтобы попасть в спецподразделение кофт, одного желания мало. Например, три года назад желающих стать спецназовцами было 7 тысяч человек, однако отбор прошли всего 500 из них. Каждый раз при обучении и тренировке отсеивается до 12% рекрутов. В последнем финальном наборе шевроны получают только 26 спецназовцев. Остальные 15 курсантов не смогли выполнить задание. Все из-за высокого уровня требований. Согласно новому положению национальной полиции, спецоперацией руководит старшей группой на месте. Офицеры, которые получили сертификаты, они понимают, если они заступают в наряд, то они принимают все решения, вплоть до применения оружия сами. Это очень важный фактор. Этого никогда не было за 27 лет независимости. Спецподразделение «Корт» на 97% финансируется из государственного бюджета. Остальные 3% – помощь Канады, США. Американцы передали спецназовцам очередные 11 спецавтомобилей. Я поздравляю вас с поражающим прогрессом в реформировании правоохранительных органов. Это еще одна веха в нашей общей цели – создание новых спецподразделений по всей Украине. Зарплата спецназовца «Корт» сейчас около 18 тысяч гривен. Это чуть более 600 долларов. Ее повышение планируют в этом году. Кроме того, для бойцов ведут льготы для получения ипотеки. Те, кто прошли, это тяжелейшее испытание. Поэтому уровень квалификации крайне высокий. И вопрос стоит о том, чтобы стимулировать этих ребят, чтобы мотивация была высока, чтобы та инвестиция, которую государство в них вложило, продолжалась с пользой для нас. Вот в этом вызов – это проблема. Именно поэтому мы говорим о адекватной заработной плате. Чтобы у «Корт» была заработная плата не как у водителя хлебовозки, со всем уважением, а все-таки несколько выше. Спецназовцы финального набора будут направлены в 10 областей Украины. Перед высокими гостями на церемонии получения шевронов они демонстрируют одно из умений – оперативное задержание грабителей ювелирного салона. Юлия Башко, Евгений Савицкий, UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова